и приветик дорогие девчонки все чаще я получаю письма от маленьких девочек девочек подростков совсем молоденьких 15-13 а то и 10 лет с просьбами о помощи кто-то из вас хочет похудеть кому-то не нравится своя внешность у кого-то проблемы в школе вас оскорбляют и унижают кто-то постоянно ссориться с родителями и просто вам банально нужна поддержка мне очень приятно что именно ко мне вы обращайтесь за помощью и я понимаю что я не смогу ответить просто каждому из вас потому что вас тысячи а я одна к моему сожалению но в этом видео я постараюсь дать вам какие-то маленькие такие советики и просто морально вас немного поддержать я очень надеюсь что мои слова до вас дойдут и вам станет хоть немножечко легче каким я была подростком волновала ли меня моя фигура очень часто задают мне такие вопросы честно вам сказать я не помню я не помню что у меня были какие-то комплексы по поводу своей внешности или фигуры я не помню что я не смогла влезть в джинсы из-за этого расстраивалась я не помню того что я сидела у окна и постоянно плакала почему-то потому что у меня подружки не звали гулять такого не было но я помню что я была просто серой мышкой которая боится посмотреть кому-то в глаза постоянно прячется от публики боится каких-то публичных выступлений я никогда нигде не выступал и всегда этого боялась и стеснялась я была безумно стеснительной девочкой и мне кажется иногда даже это еще проступает и знаете что самое смешное сейчас когда мне 22 года то есть прошло уже очень очень много лет я больше комплексу по поводу своей фигуры я больше комплексу и по поводу своей внешности как я выгляжу какая мне прическа как у меня цвет волос какой мне макияж и я стараюсь искать в себе какие-то минусы чтобы их исправить знаете почему так происходит я вам сейчас расскажу сегодня на дворе 21 век мир компьютерных технологий соцсетей и интернета когда я была подростком 13-15 лет все это было не так развито она конечно было но не было таких глобальных соцсетей где куча картинок информации и так далее поэтому мне кажется что именно интернет наше новое общество которое создалось с помощью этого интернета больное общество и по-другому никак нельзя назвать какие-то навеянные стереотипы красоты и моды все это причина комплексов новых комплексов которые возрождаются нашей молодежи в подростках и молоденьких девушек ведь наше молодое общество это как маленькое яичко она еще не сформированная не сформированная личность и она как губка впитывает себя всю хорошую информацию все плохую и не знает что из них хорошо действительно что плохо нет фильтрации до если проще так сказать и даже если девочка умная образованная начитанная в этом бешеном потоке информации всегда найдется я думаю путь к ее комплексом и может человек просто оказаться совершенно иным чем он себя представляет этот постоянный поток фотографий видео с красивыми девушками с шикарными фигурами которые заставляют нас стремиться к этому но мы не знаем как они добились этого из-за этого нам приходится худеть приходится следить за собой чем больше комплексов у девушки тем она хочет быть худее ей почему-то кажется что если она будет ужасно худой она будет нравиться себе она будет нравится окружающим она будет нравиться парням и она всегда найдет для себя одежду которой ей нравится очень и очень часто подростки которые не имеют поддержки среди своих родственников мам пап бабушек сестер или своих друзей заходят слишком далеко их цель похудеть становится просто психологической болезнью они просто не могут думать ни о чем другом как о цифре на весах своих параметрах и съела ли она сегодня что-то лишнее что меня очень пугает это то что я действительно очень часто встречаю такие истории очень многие девочки пишут мне в личные сообщения и в связи со своей профессии или моей на ютюбе меня постоянно просят о помощи у каждого конечно ситуации абсолютно разные но бывают даже истории что я болела анорексии вот наконец-то думалось девушки осознают это немногие но осознают многие мои подписчицы болели анорексии слава богу возможно это мой канал на них повлиял но не выкарабкивались из этой болезни здесь действительно болезни и спасали свою жизнь да именно спасали свою жизнь я 300 раз хочу сказать это слово потому что многие девушки не осознают что они делают и вот эти ужасные способы методы похудения которых я тоже много раз говорила не все осознают за что за этим стоит какая ужасная правда за этим стоит об этом конечно можно говорить очень много и я найду что вам сказать но в случае психологической болезни анорексии психологической болезни нужно обращаться к врачу в специалисту к психологу к диетологу который поможет вам в этом правильно и профессионально но мне кажется первый шаг до этого всего это самосознание и самоосознание того что вам это нужно менять вам нужно менять свою жизнь если вы сами не захотите этого то мне кажется никакие специалисты вам не помогут и нужно самой решиться на первый шаг и вы должны понять что наступит тот момент когда будет . невозврата вы не сможете вернуться к своей прежней жизни когда вы радовались жизни смеялись ели что хотели не думали об этом вы влазили в свою любимую одежду и если там что-то какие-то лишние сантиметры у вас были на талии вы не переживали не парились по этому поводу у вас был румянец на лице и вы всегда смеялись и радовались вместе со своими друзьями но какой-то момент наступил когда вы решили похудеть жестоким каким-то образом я не знаю у каждого он свой но в этот короткий период времени вы решили что вы измените свою жизнь вы станете лучше но если бы вы худели правильно это было бы долго да конечно но вы сохранили бы свое здоровье вы понимаете что точка невозврата и тот момент когда вы будете восстанавливать свое здоровье если вы осознаете конечно это все он будет длиннее чем вы бы худели правильным путем правильным питанием и спортом поэтому поймите что вот это восстановление вашего здоровья это занимает гораздо больше сил и в любом случае какой-то осадок и какое-то последствия останется вам на всю жизнь потому что очень многие девочки мне писали что они после анорексии после каких-то диет и у них ничего не получается они пьют очень много таблеток гормонов каких-то чтобы хоть как-то поддерживать свое здоровье иначе у них там все просто как выцвешивший сад просто голые деревья без ничего пустая земля в трещинах вот знаете как выжатый лимон но ничего не осталось же поймите что это ваше здоровье вы совсем молодые девочки ведь все нашей жизни касается здоровья и это самое дорогое и главное в нашей жизни как многие знают здоровье не купят все можно купить на самом деле но вот здоровье это много времени много денег его восстановления если вы когда-то в детстве подались общественному мнению послушали каких-то глупых одноклассников которые вас унижали оскорбляли и вы восприняли это близко к своему сердцу и начали там худеть каким-то страшным образом то путь обратно будет очень очень долгим вы должны себя воспитать я понимаю что звучит как-то странно и неправдиво но я скажу вам стопроцентную правду которую вы должны запомнить и раз и навсегда и на всю жизнь когда ваш одноклассник ваш сосед по партии ваш однокурсник сотрудник по работе ваша лучшая подруга вас оскорбляет унижает прилюдно и говорит всякие гадости которые он желает чтобы они на вас повлияли как-то то он просто-напросто самовыражается считайте так что он говорит это все про себя хотя это и есть на самом деле он просто боится что вы умнее его вы красивее его вы в чем-то успешнее у вас что-то лучше получается чем у него и он просто злится таких случаях этого человека можно просто пожалеть поверьте жизнь покажет кто есть кто бывают такие моменты смешные когда просто вспоминаешь что у тебя кто-то оскорблял унижал оказалось все совсем иначе все наоборот поэтому тратить свои эмоции свои силы тем более что-то доказывать этому человеку тратить свое здоровье для того чтобы доказать ему что-то уж точно не стоит это безумно просто глупо еще хочу пару слов сказать о вашем личном отношении к самой себе к своей личности к своей внешности в своей фигуре давайте вспомним в разных знаменитостей каких-то актрис моделей певиц и так далее которыми вы восторгаетесь которые для вас являются кумирами и вы постоянно сравнивайте себя с ними ведь в интернете опять же в этом интернете можно найти очень много фотографий этих знаменитостей в школьные года когда они были подростками вы думаете что у них идеальная кожа идеальная фигура идеальные волосы и так далее это обычные подростки ничем не непримечательные очень много фотографий в сравнении когда из гадкого утенка знаменитость будущем превращалась шикарного белого лебедя вы думаете они на тот момент думали что у них будет такая жизнь такая фигура такая внешность как конечно нет очень глупо думать что вы никогда не похудеете у вас не будет идеальной фигуры у вас не пройдут никогда прыщи у вас никогда не будет парнем боже мой я помню свои 16 лет как я переживала что я ни с кем не встречаюсь то время как все мои подруги их уже ходили под ручку с парнями я очень переживала в итоге на сегодняшний день у меня самый умный самый заботливый муж о котором я только могла мечтать это я о том что сейчас в данный момент в подростковом возрасте вы только формируетесь как внешне так и внутренне и сейчас очень важно очень важно осознать что все зависит только от вас не ваша подруга не кто-то другой не учительница в школе никто вам не сделает вашу жизнь никто не впихнет какие-то знания вам голову никто не сделает вашу кожу лучше никто не похудеет за вас только вы руководите своей жизнью на самом деле я очень жалею что моем подростковом возрасте не было такого человека который дал бы мне какой-то совет поэтому я сделаю вид что я сейчас говорю себе в 13 лет цени себя уважай себя и люби себя такой какая ты есть старайся окружать себя только теми людьми которые повышают твою самооценку они критикуют тебя старайся хорошо учиться и найти хобби которое будет тебе по душе мои миленькие девочки я очень надеюсь что вы понимаете что на моем канале вас ждет только поддержка и вам здесь желают только здоровья и светлого будущего в любой момент можете написать в комментарии с вопросом вы можете написать свою историю какую-то может вам какой-то совет нужен и всегда знайте что вам ответят мы все 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 постараемся вам ответить и дать вам какой-то совет чтобы вы ни в коем случае не совершали ошибок поверьте вы уже огромные огромнейшие умнички что задумались о фитнесе и о правильном питании и понимаю что у вас некоторые одноклассники однокодки не понимают вы думаете что они думают что вы какая-то странная но посмотрим еще кто был прав и это ваш первый шаг самосовершенствования и от всего сердца желаю удачи и веры в себя всех крепко целую обнимаю пока пока и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok